В предыдущей серии Dream Road Японии мы начали свою экскурсию по невероятной закрытой коллекции Nissan в Якогаме. Нашим экскурсоводом по большей части был господин Шемицу и рассказ шел о бренде в целом. Теперь же нашим гидом станет легендарный человек, проработавший в компании 45 лет. Инженер, под чьим руководством было создано множество двигателей, в том числе гоночных, а также многолетний глава NISMO, принимавший участие в автоспортивной жизни Nissan вплоть до 2014 года, господин Казуо Хиоки. И поверьте, ему есть что вам рассказать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша поездка была бы далеко не столь насыщенной без поддержки компании WMP Auto, среди множества продуктов которой есть новинка – Valera. Проникающая смазка с уникальными свойствами, эффективно преобразующая ржавчину и заменяющая целые серии аналогичных продуктов. Прикипела? Есть Valera! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, давайте поговорим о Ниссан в автоспорте. Мы участвуем в международных соревнованиях с 1958 года, а началось все с ралли Австралия. Нужно понимать, что в те годы ралли шло через всю Австралию и было протяженностью порядка 16 тысяч километров, которые нужно было преодолеть за 19 дней. И мы участвовали в этом на этих маленьких Датсонах. В те годы в Ниссан решили начать продавать машины в Америке. И чтобы доказать, что Датсоны едут, в компании решили поучаствовать в австралийском ралли. В классе А1 с объемом двигателя до 1 литра. Это самый маленький класс. Соперниками в основном были британцы на своем Остин Мини и некоторые другие бренды, типа Volkswagen. И нам посчастливилось одержать победу в своем классе на машинке под названием Fujigo. Ее сейчас, к сожалению, здесь нет. Вот она, Fujigo. А Сакура, которая тут стоит, пришла четвертой. Литровый двигатель. Как вы думаете, какая у него была мощность? В те дни гоночная версия, ну, лошадей 40, может. Там был не гоночный мотор, согласно регламенту. Он был практически стоковым. Ну, если стоковый, наверное, сил 20. Ну, не настолько уж. Из литрового мотора удалось получить 34 лошадиных силы. В машине ехало три джентльмена. Два пилота японца и австралийский штурман. Помимо этого, 100 литров топлива, 8 литров воды, ну, на всякий случай. Ну, и еще всякое разное. Запчасти, все необходимое. Никакого техобслуживания-то не было. А, технички не было, да? Да, никакой машины поддержки. Было заявлено только два автомобиля. Нам удалось победить. Кстати, до этого, в 1957-м, Тойота участвовала в этом ралли, и победить им не удалось. Они доехали до конца, но очков не получили. Зато многому научились. Потом ралли Австралия было закрыто. По причине... Там погибло очень много людей. Из пилотов, команд, обслуживающего персонала. Слишком тяжелая гонка. Очень протяженная. 19 дней, 16 тысяч километров. И, в общем, ФИА решили не организовывать гонки такого рода. Тогда в Ниссан решили поменять континент, и начали участвовать в сафари-ралли в Восточной Африке. С 1963-го, на Блюберде. Изначально команда посадила за руль японского пилота. Но у него не получалось быстро ехать по пустыне, по этим песчаным дорогам. Общая длительность гонки составляла почти 5 тысяч километров за 5 дней. В общем, в период с 1963-го по 1966-й, Ниссан были трижды победителями в своем классе. Вот на этом 411-м Блюберде. До этого мы участвовали в классе до 1 литра, а здесь стоял 1.3 с верхними распредвалами. Кстати, об этих гонках японцы в 1969-м даже сняли фильм «Сафари 5000». В дальнейшем компания продолжала участвовать в «Сафари». И в конце концов, в 1970-м мы победили в «Абсолюте». Вот на этом Блюберде 510, который тогда только-только вышел. Эта модель еще известна как «Трипл С», «Три С». Это суперспорт-седан «Три С». На следующий год, в 1971-м, мы решили перейти с 510-го Блюберда на 240 «З». И опять же, победили в «Абсолюте». Вот на этой 240-й. К тому времени, начиная с 60-х, мы многому научились. Как готовить машину, как ее правильно обслуживать. В итоге, на 240-й мы побеждали в 70-м, в 71-м и в 73-м. Победители в абсолютном зачете. Но в то же время, на европейских зимних трассах, таких как «Ралли Монте-Карло», в то время балом правили переднеприводные машины, типа «Мини» или «Лянча», или заднеприводные заднемоторные, типа «Порше» или «Фольксвадена». А еще «Рено», кстати. А в «Ниссан» решили выставить 240 «З». Довольно большую машину классической компоновки, двигатель спереди и задний привод. Опять же, машина-то не маленькая, и в таких непростых условиях в борьбе мы приехали на подиум и стали третьими. Кстати, пилотом было равно Алтонин, а штурманом никто иной, как нынешний глава ФИА, мистер Тодд. Да, он штурманом был. Смотри, «Жан Тодд» был. Вот, видите, написано «Алтонин» и «Тодд». Вот так вот, господа, «Жан Тодд» был штурманом и «Ниссаник». Ну, в общем, мы продолжали участвовать в «Сафари» где-то до 1992-го вроде. А в период с 1979-го по 1982-й у нас было четыре подряд победы. Вот на этой ПЕ-10. На японском рынке она называлась «Вайлетт». Вот она. Штата она шла просто как 510. И это машина 1979-го года, а вон та блестящая 1982-го, она отреставрирована. То есть, фактически, мы на одной и той же машине, с тем же пилотом, «Шекером Мэтта». Мы выиграли четыре раза подряд. По-моему, это круто. Мы и дальше участвовали в «Сафари», модели менялись. «Сильве», «240РС». Ну и, в конце концов, «Пульсар GT-R». Мы на нем в 91-м участвовали. Вон он стоит. Третье поколение «Сильвий». Ух ты, «Сильвия» в ралли гоняла. Это «Сильвия Турбо». Это типа «Сильвия», но называлась она «240РС». Это, кстати, машина группы «Б». С двигателем FJ24. Мотор атмосферный, между прочим. Атмосферный? Ну да. А «Тойота», кстати, как раз в те годы представила турбированную «Селику». А какой объем двигателя? 2,4. А мощность? Где-то в районе 270 сил. А отсечка? Ну, думаю, где-то в районе 8000. Да, это машина той самой легендарной группы «Б». Правда, не добившаяся каких-то больших успехов на фоне полноприводных турбомонстров той эпохи. А это машина из местного японского чемпионата на базе Z31. Кстати, чемпионская. Это S12 «Сильвия», которая 200SX. Туда ставился V6. И она называлась 200SX для американского рынка. Она гоняла в «Сафари» три года и каждый раз приезжала на подиум. Эта машина, если мне не изменяет память, 1988 года. Второй подиум. Ну и «Пульсар». N14 GTR. А потом в «Ниссан» закрыли раллийную программу. Ну, не совсем, судя по стоящему чуть дальше внедорожнику. Но, тем не менее, давайте перейдем к кольцевым гонкам. Первой трассой международного уровня в Японии стала «Сузука», построенная в 1962. А в следующем, в 1963, на «Сузуке» был проведен так называемый «Гран-при Японии». В 1963. И в «Принц Мотор», эта машина еще из времен компании «Принц Мотор», до 1966, когда «Ниссан» их поглотил. А «Ниссан», кстати, там тоже участвовал на «Файрледи Родстер». Мы тогда объехали «Траил» и «МГБ» и победили в своем классе. А вот у «Принц Мотор» не срослось. И они решили постараться и приналечь, чтобы уж в следующем японском «Гран-при», в 1964, так сказать, показать класс. Они участвовали в классе «ГТ». Этот «Скайлайн 2000 ГТ» был представлен буквально незадолго до гонки, чтобы только успеть выпустить 100 экземпляров и получить амалогацию. Ну, как я сказал, они участвовали в классе «ГТ», но, к несчастью, кто-то привез «Порше 904 ГТ», который был стопроцентным спорткаром. А «Принц» были вынуждены состязаться с ним на «Седане». В итоге «Скайлайны» заняли второе, третье, четвертое и дальнейшие места, потому что угнаться за «Порше» они, ну, никак не могли в то время. А «Глория» и «Блюберт», кстати, победили в своих классах. «Блюберт» гонял в классе 1.3. После случившегося «Принц Мотор Компани» решили посостязаться с «Порше» на их поле. И построили вот эту машину, R380. Это был уже стопроцентный гоночный автомобиль под категорию 6 FIA. Под него построили двухлитровую 24-клапанную рядную шестерку, чисто гоночную, которая в этом варианте выдавала 200 лошадиных сил с двух литров. Потом такой же мотор, между прочим, ставили в первую GTR. Далее в 1966-м проводился третий японский гран-при. Трассу сменили «Сузуки» на «Фуджи Спидуэй». И вот там «Принц» в конце концов «Порше» объехал. Это первая версия, на ней двигатель развивал порядка 200 лошадиных сил. А потом вышла вторая, R380 Type 2, которая выдавала уже свыше 250. База трубчатая рама, как на «Брэбом» BT-8. Также над машиной много поработали в части аэродинамики. Шасси одинаковые, но формы абсолютно разные, потому что на тот момент мы много узнали в этом плане. Затем требования изменились, и мы участвовали уже в группе 7. Открытые двухместные автомобили без ограничения по объему мотора. Группа 7 была вообще довольно интересной. В те годы там не было практически вообще никаких ограничений ни почему, и не требовались амалогационной версии. Фактически полный анлим. В 1968-м мы представили вот эту модель. R381, вот с таким огромным антикрылом. Но, к сожалению, мы не смогли вовремя предоставить нужный мотор. Так что двигатель пришлось покупать у американцев, у Chevrolet. 5,5 литров. Тем не менее, мы победили, объехав и Toyota, и Porsche. В следующем году, в 1969-м, была представлена модель R382 с 6-литровым V12. В тот момент я как раз в Nissan пришел. И занимался разработкой некоторых деталей для этого гоночного мотора. Изначально он выдавал порядка 600 лошадей. На следующий год уже порядка 620-630. К следующему, 1970-му, мы уже более радикально его доработали, и он выдавал в районе 700, с 6-ти литров. Но, к сожалению, и Nissan, и Toyota решили уйти из этих соревнований группы 7 в самом начале 70-х. И хотя мы представили этот R383, проект был закрыт. Множество инженеров были вынуждены перейти из подразделения автоспорта в подразделения, занимающиеся экологией. И я в том числе. Так вот, в 1969-м Nissan представил Skyline GTR. Самый первый GTR на том самом 2-литровом гоночном двигателе. Это реплика самого первого гоночного GTR. Для понимания, реплика в данном случае это не попытка воспроизвести внешний вид, как делают многие тюнеры, пытающиеся воссоздать какие-то известные машины. Это автомобиль абсолютно идентичный оригиналу во всем, от мотора до внешнего вида. Ну, просто не оригинал. Мы об этом чуть позже поговорим. Ну, а так, историю о невероятных 50 с лишним победах за 3 года мы уже затрагивали в предыдущей серии, так что едем дальше. Затем было представлено второе поколение GTR-ов, так называемый Can-Mary. Но для кольца эта машина оказалась слишком большой и тяжелой, и проект был закрыт. А это тоже реплика? Нет, это оригинал, но это по сути просто демо-кар. Внешняя гонка, но внутренности все от предыдущего поколения. С первого поколения GTR. А, так это концепт-кар получается. Да, это концепт, представленный на татистском мотор-шоу 1973-го. Затем и Nissan и Toyota прекратили работу с заводскими гоночными командами, но участие в гонках не закончилось. Гоняли вот на таких Sunny и Cherry. Этот Sunny участвовал в Гран-при 73-го и победил в своем классе. С объемом 1,6. Это реальная гоночная машина, а в серийную версию ставили 1,4. Эту модель еще называли Sunny Excellent. Кстати, на этой машине Nissan в 72-м демонстрировал, что бы вы думали, двухроторный двигатель в Анкеле. Впрочем, про роторы и их предводители будет отдельная серия. А это Cherry, гоночная версия. Первый переднемоторный, переднеприводный гоночный автомобиль от Nissan. Справляться с ним было непросто, но у нас получилось, и мы опять-таки победили в своем классе. Это следующее поколение Cherry, Cherry F2. Но это, опять-таки, просто демо-кар. А тут у нас... Думаю, вы в курсе, что Fair Lady или 240Z была очень популярна в гонках в США. Эта машина уникальна. Тот же самый мотор 2.8, но в головке блока цилиндров мы применили технологию Cross-Flow, сквозной продувки. На обычных моторах тогда применяли Turn-Flow, когда впуск и выпуск расположены на одной стороне двигателя. А здесь применили Cross-Flow, когда они установлены по разные стороны. Чистогоночные двигатели на том же GTR тоже были с Cross-Flow. А сейчас это применяется и на обычных гражданских моторах. Раньше это было только в гонках, а сейчас перекочевало и в обычные автомобили. О, это я в Гранд Туризм увидел. Да-да-да-да-да-да. В играх. В начале 80-х, до группы C, многие производители участвовали в так называемых гонках силуэт. Это Скайлайн, Блюберт и Сильвия. Это как три брата. Причина, как и говорил Шимит Сусан, в продавцах, в каналах продаж, которых было пять. Скайлайн представлял Принц, Блюберт представлял Ниссан, а Сильвия Санни. Внешне они разные, но внутри двигатель, шасси, все практически идентичны. Двухлитровый турбомотор мощностью порядка 500 сил. В этих гонках участвовали Тойота Селик, разные Мазды, БМВ, но могу сказать, что в сезоне 82-83 эти три братца немало выиграли. А на каком давлении примерно ездили? Ну, я думаю, меньше двух. Меньше двух бар. Да. Гонки были достаточно короткими, поэтому можно было смело ставить большие турбины. Основная проблема была в топливной системе. Впрыск был механическим, и контролировать подачу топлива на большом давлении было очень тяжело. Поэтому из выхлопа периодически вылетали такие здоровенные снопы пламени. Знаете, выглядело это невероятно, и зрителям, конечно, очень нравилось. Как я и говорил в предыдущей серии, с прекращением выпуска GTR-ов гонки для скайлайнов не прекратились. 30-й кузов, который вы только что видели, гонял в силуэт, и не только. Да и 31-й проявлял себя весьма неплохо. В 82-м у ФИА появилась группа А. И мы в 85-м построили 30-й кузов под требования этой группы. А при смене поколения на R-31 появилась и турбированная рядная шестерка. RB20DET. Мы на ней гоняли в 1987-м, в 1988-м годах, и по-прежнему неплохо себя чувствовали в японских гонках. А в 1989-м мы на этом седьмом поколении выиграли чемпионат. Пока не на GTR-е, а на GTS-R. И как раз в том году появился и новый GTR, R-32. Этот автомобиль строился с одной принципиальной целью. Победа в группе А. Поэтому для него был создан и установлен твин-турбовый двигатель RB26 объемом 2.6. Это реплика, кстати, тоже, но на такой машине мы участвовали в 24-х часах в SPA Франкаршам. Я тогда был директором команды. Мы выиграли и стали как бы номером один среди туринг-седанов в мире. Это реплика, но полностью построенная как оригинал. Да, точная копия. Угу, все то же самое, просто не та конкретная машина, да? Да. А вот эта, например, оригинальная, эта машина мистера Хошина. У нас их здесь три. Еще автомобиль Куни Митсу Сана. Довольно много машин, кстати, до сих пор в частных коллекциях. Например, у самих пилотов. Потом группу А прикрыли. Опять правила поменялись. В Японии с гонками тоже стало не очень. Но появился класс супер-туринг. Двухлитровые моторы и машины, близкие к стоку. Я в то время был директором Nissan Motorsports Europe, и мы решили участвовать в BTCC, в британском туринговом чемпионате. И в 98-м и 99-м выиграли чемпионат на примере. Она тоже где-то здесь есть, но не в этой секции. Ну да, здесь непросто найти нужную машину в таком количестве экспонатов. Угу. Ну и помимо этого, в Nissan решили продолжать использовать GT-ары во внутри японской серии Super GT. Да-да, Super GT, знаю. И они использовались, начиная вот с этого 33-го и вплоть до нынешнего 35-го. Болиды Super GT проскочили довольно быстро, так как это внутренний японский чемпионат, и Хиоки-сан, видимо, посчитал, что это нам, учитывая тайминг, не настолько важно. Тем не менее, отмечу, что в период с 93-го, когда чемпионат только появился, и вплоть до 2015-го, только геттеры, не считая Zedek и Сильвий, в разных классах взяли 13 титулов в личном и 12 в командном зачет. В первый год командного зачета просто не было. В общем, тут все ясно. Вернемся на международный арен. Это Лола Т-810, построена для американских гонок ИМСА. Между прочим, с 1989 по 1991 три чемпионских титула подряд. Ну а в 1986-м мы решили заявиться в Лиман. Это наша самая первая попытка, R-85EV для группы C. Было использовано британское шасси March 85G. Мы использовали шасси March Engineering до 1988 года. Это первая машина для Лимана, а мотор был взят из машины для ИМСА. Турбированный V6. И это был доработанный серийный мотор. Мы прошли всю гонку, но приехали лишь 16-ми. После этого было принято решение использовать чисто гоночный мотор. На это шасси March 86G был установлен 3-х литровый V8 с двумя турбинами. Выдавал он порядка 700-800 сил. Двигатель получился мощным, но, увы, ненадежным. И над ним пришлось еще очень много поработать. В 1988-м представили двигатель VR-H30 на вот этом 88-м шасси. Но, понимаете, было очень трудно сохранять целеустремленность и настроен на победу как в Лимане, так и в японском чемпионате прототипов. Вплоть до 1989-го было тотальное доминирование Porsche 956 и 962, в том числе и в Японии. Тут я позволю себе чуть-чуть ускорить действия и не перегружать вас подробностями. Nissan продолжал участвовать в Лимане на таких авто до 1992-го года. В 1990-м они выиграли квалификацию, получили полпозицию, и одна из машин доехала до пятого места в Абсолюте. Также в 1990-м, 1991-м и 1992-м они на подобных авто выиграли японский чемпионат прототипов объехав и Porsche, и Toyota. В 1991-м мы закончили свое участие в Лимане в силу многих причин. Одна из которых – война на Ближнем Востоке. Решено было сменить поле деятельности с Лимана на Дайтону. И в 1992-м мы решили поучаствовать в 24-х часах Дайтона. Вот на этой машине это не реставрированный экземпляр, единственно имеющийся. В общем, именно эта машина победила. Здесь стоял весьма надежный VRH 35Z. 3,5 литра, V8, две турбины. В режиме гонки он выдавал порядка 800 лошадей, насколько я помню. А для квалификации его раскручивали свыше 1000. Машина просто летела. А в 1992-м ФИА изменила правила для этой группы. Турбины были запрещены. В ответ в Ниссан создали атмосферный V12. Но эта машина, НП35, успела выехать лишь один раз, перед тем, как Ниссан и Тойота ушли из этого класса. У этого болида был такой классный звук, такой, как у Формулы-1 тех лет. Предельные обороты были свыше 14 тысяч. Но уход из Лимана, как вы понимаете, был далеко не окончательным. Это уникальный дорожный 33-й Skyline GTR LM. Он был создан сугубо для того, чтобы попасть на Лиман. Мы туда вернулись в 1995-м. Этот автомобиль был создан в НИСМА, отвезен в Британию. Там зарегистрирован как дорожный. И вот он, это единственный экземпляр. Хоть он и называется GTR, но на самом деле он заднеприводный. А что там по мотору? Что-то делалось вообще? Увеличивали ли объем и так далее? Двигатель обычный, стоковый от GTR. Морядная шестерка 2.6. В стоке он развивал порядка 300-350 лошадиных сил. Но для гонок мы... В 1995-м было привезено два разных GTR. Один соответствовал группе А. Объем был увеличен до 2,8 литра, ну и вся остальная конфигурация, трансмиссия с двумя сцеплениями и так далее и тому подобное. Второй же автомобиль был подготовлен под группу N. Более простые гоночные авто. Там был обычный 2,6, мощность в районе 400-450 лошадиных сил, трансмиссия стоковая, ну и так далее. В 1995-м этот сошел, а этот приехал, кажется, пятым в своем классе. В следующем же году мы приехали только вот с этой машиной, более мощно подготовленной. Это как раз модель 96-го года, которая с 2,8 и другой трансмиссией. И стали пятыми в классе и пятнадцатыми в абсолюте. Машина заднеприводная потому, что в группе А разрешалось ставить более широкие шины, поэтому было решено ехать на моноприводе. Широких шин на заднем приводе хватало, чтобы реализовывать тягу мотора. Мы продолжали участвовать в Лимане, но выиграть в абсолюте никак не получалось. И было решено создать гоночную машину с нуля. Мы посотрудничали с гоночной командой Tom Oaken Show Racing, и таким образом получилась эта среднемоторная R390. Но чтобы участвовать в этих гонках, по регламенту должна была быть создана как минимум одна дорожная машина. Таким образом был создан вот этот автомобиль, только один. Зарегистрирован опять же в Британии, на него получены номера на единственный в мире автомобиль. Ну и в 1997 мы отправились с ним в Лиман, но опять ничего не получилось. А вот в следующем, в 1998, мы переделали заднюю часть машины и заняли третье, пятое, шестое и десятое место. Мы отправили четыре машины, все четыре приехали в топ-10, но выиграть так и не смогли. Ну и в Ниссан решили сменить... Эти машины соответствуют категории GT1, а мы попробовали свои силы в LMP-1, открытые двухместные авто. На этом R391. Двигатель V8, 4,5 литра. Но опять ничего не вышло. В итоге в 2000-м проект был опять закрыт. Ну, закрыт, да не совсем. Например, на этом самом R391 была выиграна тысячекилометровая гонка Лиман-Фуджи в 99-м. Да и в этой истории было много еще чего интересного, но на этом сама экскурсия закончилась. Да и большую часть вам все-таки рассказать удалось. Напоследок, несколько небольших эпизодов, так сказать, из-за кулиси. Они не вписались в исторический сценарий, но мне кажется, довольно любопытными. А что насчет Delta Wing? Ну, раз уж речь про Ниссан в Лимане. Та, трехколесная модель. Не надо меня об этом спрашивать. Не спрашивайте, нафиг меня об этом. Ну, по сути, это был демокар, а не серьезный гоночный агрегат. Слушайте, а ведь да, мотор внутри полный сток, обычный RB26. Ну да, так и есть. То есть, получается, что в дорожной версии стоит самый обычный RB26, а здесь уже гоночный подготовленный мотор. Короче, здесь внутри, наверное, стоит обычный RB26. Хе, отличие в том, что машина заднеприводная. А вот здесь стоит уже не обычный RB26. Не очень-то получается одновременно снимать и пытаться рассмотреть вообще, что здесь, к чему. Это холодный впуск, да? Угу. А это... А интеркулер вот здесь. А, я смотрю, не могу понять, куда он подевался-то. Он весьма небольших размеров, но при этом толстый такой. Да. А это масляный кулер или для чего это? Это для охлаждения Гура. А, для Гура. Ну, в общем, все выглядит вполне себе сток и слуги. Никаких особых изысков не видно, ну, кроме подвески и распорок, разумеется. А, еще здесь мотор гораздо ниже установлен, глубже. Да, подвеска изменена была. Вместо многорычажки была установлена обычная двухрычажная. Ну, и подрамник, само собой, тоже другой, потому что мотор ниже установлен, да? Да, подрамник тоже изменен был. Да, тут, конечно, приходится в таких условиях снимать, но когда снимаешь такое, надо ловить каждую секунду. Это что, нас зовут? Нет, время ланча. Сигнат. Ха-ха-ха-ха. А что вы думаете по поводу современного GTR 35-го? 35-й? Ну, до 34-го это всегда был Skyline GTR. А потом вдруг стал Nissan GTR. С 35-го. Ну, да, да, мы в курсе. А что вы думаете вообще про него? Ну, компания решила иначе в любом случае. Но мы хотели именно Skyline GTR. Продолжение этой линейки. Особенно в Японии для всех фанатов GTR это Skyline. Ну, да, конечно. Ладно. А что вы думаете по поводу следующего? Р-36-го выйдет? Понятия не имею. Ну, слухи-то, может, входят какие-нибудь? Ну, может, гибрид? Супер-гибрид. И вот теперь мы, совершенно обалдевшие от всего происходящего, наконец вывалились на улицу и отправились дальше. Ну, что я вам могу сказать, товарищи? Я, если убрать все маты, то, наверное, я очень удивлен. Ну, я честно скажу, я просто охуел. Вот и вот, вот прям. Потому что я был в разных, конечно, музеях, в разных городах, в разных странах, но такой коллекции я не видел никогда. Просто реально, чтобы ее снять, нужно, наверное, снимать неделю. Там реально нужно сидеть безвылазно неделю. А учитывая, кто были нашими сопровождающими, это было, ну, просто... Такое ощущение, что я спал все утро, что я сейчас вот проснусь в отеле, и мы куда-нибудь спокойненько поедем. Вот. В общем, это было, честно, что-то вот нереальное. Я еще до сих пор на эмоциях. Мне даже, ну, очень трудно что-то рассказывать. Вот. В общем, сейчас мы заскочим на пяток минут в центральный выставочный зал Нисма. Ой, Нисма. Ниссан. Ну, и Нисма там тоже есть. Мы у него пропегали, видели. И после этого как раз мы отправимся, собственно, в Нисма. Ну, а потом не знаю, что еще будем делать. Может быть, в отеле немножко передохнем, потому что сегодняшнее утро было очень жесткое. Мы прям убегались. И после этого вечером нас ждет Дайкопа. Все это вы увидите в следующей серии. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!